Какого же аса активировать при дефе башен, цитадели, эмэсов и прочих строений аналогичного плана? Какой ас Локи, либо же все-таки Один, либо свой профильный? Об этом история умалчивает, попробуем разобраться в этом видео, поехали! Но прежде чем начать, я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и прожать колокольчик, чтобы не пропускать ни одно событие в нашей замечательной игре. Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную, умопомрачительную игру Викинги Вар оф Клан. Так, банда помчали. Короче, нехитрый тест, сразу скажу так, в этой цитадели сидит 100 миллионов юнитов. Мы захватили эту циту и попробуем посмотреть, что же здесь произойдет, если будет вот так, как хотелось бы. Давайте сделаем следующее. Значит, у нас промокод. И давайте я проактивирую густы обычные. Там же само будут активированы на тестере. Здесь сидит 100 миллионов юнитов. Осады мы будем бить 100 миллионов кубиков. Посмотрим, насколько велика разница. Понятно, что будет просто удар. И что же он нам даст. Давайте мы атакуем 100 миллионами обычных юнитов. Понеслась атака. Простая атака. Долго идущая. Боже мой, как долго. Унесет. Бам, тарадам. Бум, бам, барабам, бам. Так, это мы сейчас убираем. Убираем, клан захватил, клан захватил. Молодцы, захватил. Успешная защита. 100 миллионов юнитов унесла у нас. 13 миллионов 832 тысячи 020 юнита. Вот такая простая атака. 100 миллионов, как говорится, на 100 миллионов. Давайте отзываем остатки. И попробуем сразу же активировать АСА. Да, допустим, мы активируем АСА. Он у нас 10 уровня. Поэтому, в принципе, терять нам нечего. Так, где этот наш АС? Бальдер, Шмальдер, Локи. Да, суть его, в принципе, теста такова. Призываем Локи. Закрепляем точно так же 100 миллионами юнитов. И наносим точно такой же удар. Аналогично. Посмотрим, что же нам это принесет. Опять же, идет атака. Это была простая, просто атака. Теперь у нас будет атака вместе с Локи. Мы принимали деф вместе с Локи. Что же у нас изменилось? 13 миллионов. А тут, конечно же, естественно, 12 миллионов 242 тысячи 734. Вот. Казалось бы, миллион 600 юнитов при таких потерях экономится, если вдруг у вас как бы... Вернее, если у вас активирован данный АС. Давайте попробуем точно так же закрепить. И активируем... И активируем... 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 Точно так же активируем нашего классного парня. Нашего классного парня активируем, который будет зваться... Ну, к примеру, зваться он будет Один, да? Да, призывать Одина. И нанесем точно такую же атаку. Даже без Т8, без ничего. Просто нанесем атаку на Т7. Также аналогично Сама. Просто у нас идет разница стихий. И у нас достаточно крепкие Локи. Хотя он так же 10 уровня. Напоминаю, если бы мы активировали Одина, у нас умерло 12 миллионов 224. Когда мы ничего не активировали, 13 800. Что же здесь случится, если ударили вашего Локи, ударили Одиной? Пара-пара-пам! Вот это поворот! У вас сразу автоматически умирает 14 миллионов 538 тысяч 898. То есть могу, ребята, сразу уже сказать вам, просто не глядя в эту историю, что если вы активируете Аса и вашего Аса, даже если это будет являться Локи, казалось бы, самый лютый Ас, которого можно только себе придумать. Если у вас будет активирован этот Локи, и вам нанесут атаку Одином, просто анти-Асом, вы потеряете еще больше. Давайте на всякий случай уже завершительно, чтобы понять. Я хочу, чтобы вы поняли до конца, что такое борьба с тихией. Не все Асы, как говорится, одинаково полезны. Давайте мы сейчас активируем вот так и отправим опять 100 миллионов. Я не буду сейчас проводить тест на Т8. В любом случае, если я ударю Т8, повреждения будут еще больше. Повреждения будут еще больше. Вот это вожделенные Локи. Давайте мы сейчас включим, например, другого Аса, например, просто Форсетти. Тоже призываем Форсетти, с Локи все понятно. Призываем Форсетти и наносим атаку. Могу предположить, что атака будет намного меньше, конечно же. Естественно. Но на сколько атаковать 100 миллионов? Отправляем 100 миллионов. Опять бежит атака. Еще раз мы вернемся к этому. 13 миллионов 832. Вот у нас... Опа! 14 миллионов 834. Здесь еще и увеличен урон. Поэтому урон еще оказался больше. Даже если мы просто активируем Форсетти. Ребятушки, поймите правильно. Просто борьба стихий. При активации Форсетти у нас еще увеличивается. Давайте я вам сейчас покажу, почему урон оказался сильнее. Урон войск увеличивается на 350 единиц. А это весьма-весьма существенно. А при активации нашего Одина, ой, вернее, чудесного парня, как он называется, Одина. Да, у нас здесь просто увеличивается урон Т8. Но здесь дается борьба стихий 17%. А у Форсетти борьба стихий здесь 16%, но плюс урон. То есть вы поняли? В принципе, если сюда ударить еще, например, конями, да? Если прижмут... Крышка! То есть смысл подведем итог таков. Что если у вас есть ас, который окажет больший... Будет иметь больший процент повреждений в войне стихий, чем ас, которого вы использовали. И этот ас у вас анти-аз. То в любом случае урон, который вы нанесете, будет... ПОЛНО! Однозначно больше. Поэтому, когда говорят, что нужно качать первого локи, это большие-большие сомнения у меня вызывает. Я все-таки считаю, что качать асов необходимо с учетом, во-первых, показателей, которые включаются пассивно всегда и работают всегда такие, как Форсетти, такие, как Моди, которые здесь подняты, должны быть, по идее, максимально. Ну и, соответственно, у нас это, по-моему, урон всех воск Фрейер. И еще, в общем, короче, 4 основных аса, которые нужно поднимать. Качайте в первую очередь их, потому что они, вне зависимости от включения, будут работать. Но включение вашего аса не обязательно даст вам то преимущество, которое вам хотелось бы. Поэтому думайте головой, прежде чем их активировать. Не будем забывать, что прокачка аса локи все-таки до 20 уровня даст весьма себе прилично ощутимые показатели. Здоровье войск при обороне увеличится до 800%. Также урон войск в крепостях до при активации 1250, защита войск в крепостях 1200 и здоровье 1250. Но будем помнить о том, что тоже Огин при тех же самых раскладах также увеличит урон на до 1000% своих Т-8. Помимо этого, урон войск стихий увеличится также до 25%. А это немало. В любом случае, атака антиклассом, антиасом будет очень-очень больной и ощутимой. Поэтому ничего не поменяется, в принципе, при прокачке. Но все же, учитывайте момент активации аса и чем вас будут бить. Но то, что качать локи необходимо, это, конечно же, факт. И от этого отказываться ни в коем случае нельзя. Локи это супер-супер ас при любом раскладе в войне на крепостях и других сооружениях. Вот такая вот история. И еще подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и, конечно же, получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами Сила, с вами я, Мастер. Сделать сказку без риска, работай как мастер, чтобы не потерпеть фиаско. Субтитры сделал DimaTorzok